Погорельцам из села Калинина срочно требуется помощь. Огонь уничтожил дома в сенодворной постройке. У супругов с двумя детьми не осталось даже одежды. С пострадавшими сегодня встретилась Мария Добрынина. Большую добротную усадьбу в 150 квадратов огонь уничтожил за 20 минут. Случилась трагедия поздно вечером. Супруга была на работе, отец дома с детьми, которых он уже уложил спать. Пожар глава семьи заметил не сразу. Мы еле-еле выбежали. Сестра мне захватила плед и два ботинка захватила. Один она нечаянно потеряла. И мне куртку захватила. И вот. Начался пожар в Сремянке, где жил пожилой дядя хозяйки дома. Родственник часто и крепко выпивал. На предостережение семьи не обращала внимания. Скорее всего, заснул с сигаретой. Когда все выгорело в этом помещении, оно плотное очень было. Я муж увидел у меня. Побежал спасать его. Зашел, открыл. И вот этот весь огонь на дом. Дядя Ольги сгорел заживо. Пострадал муж. Обжег руки и голову, когда хотел спасти старика и пока вытаскивал детей. Однако в больницу не поехал. Жить семье негде. Нужно срочно разбирать завалы. Спасать, что осталось. И хотя бы отремонтировать ремянку, чтобы разместиться. Там уцелела печка. Чудом огонь не перекинулся к соседям. Ведь в эту ночь был шквалистый ветер. Семья до сих пор в шоке от случившегося. Сил и средств в дом вложено. Мягко говоря, немало. Сейчас придется начинать все заново. Параллельно приходится заниматься похоронами. Денег катастрофически не хватает. На крик о помощи уже откликнулись знакомые волонтеры. Но людей требуется больше. Спасибо огромное людям. Огромнейшее людям большое. Спасибо человеческое. Одежду ребятишкам привезли. Хотя бы одели. Много людей добрых. Огромное ребят спасибо. Все, кто хочет помочь от Чинашенко, контакты сейчас на экране и на нашем сайте. Требуются электрики, слесари, строители, грузовая техника и рабочие руки. Также нужна зимняя одежда и детям, и взрослым. Погорельцы будут рады канцелярским товарам в оставшейся без крова семье два школьника. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин